Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый матч режима лучший в трех. С вами Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый матч режима лучший в трех. С вами Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый матч режима лучший в трех. С вами Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый матч режима лучший в трех. С вами Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Первый матч режима лучший в трех. С вами Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау, ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Перед нами состав Челси. Стройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Продолжение следует... Стадиону Вилла Парк в свое время выпала честь принимать финал последнего в истории Кубка обладателей кубков. Это случилось в 1999 году. Тогда на этом поле сошлись Лацио и Реал. Но не мадридские, а тот, что с Мальонкой. Итальянский клуб оказался сильнее и одержал победу со счетом 2-1. Помимо этого, Вилла Парк в стадион наиболее часто принимавший полуфиналы Кубка Англии. Целых 55 раз. Первый тайм начался. Майл едина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok